При принятии Таможенного кодекса Евразийского экономического союза должны быть учтены национальные интересы Беларуси. Об этом сегодня заявил президент Александр Лукашенко, обсуждая на совещании проект документа. Белорусский лидер обратил внимание, что наша экономика зависит от экспорта, и Таможенный кодекс как раз тот документ, который регулирует эти отношения. А потому, прежде чем утвердить положение проекта, он должен быть тщательно выверен на всех уровнях. Главное, чтобы принятие документа не ухудшило социально-экономическую ситуацию в Беларуси. Договор о Таможенном кодексе ЕС планируется подписать на саммите бывшего Евразийского экономического совета 26 декабря в Санкт-Петербурге. Генассамблея ООН приняла инициированную Беларусью резолюцию по Чернобылю. Проект документа на пленарном заседании в штаб-квартире в Нью-Йорке представил замминистра иностранных дел нашей страны Валентин Рыбаков. Основной посыл – мировому сообществу необходимо продолжить сотрудничество для устойчивого развития пострадавших регионов и населения. Достичь этого предлагается через партнерство, инновации и инвестиции. Также отныне, 26 апреля, будет отмечаться Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Сегодня исполняется 125 лет со дня рождения классика белорусской литературы Максима Богдановича. Выставки и поэтические встречи проходят по всей стране. Сегодня в Минске у храма памятника всех святых заложили капсулу с землей с могилы Баарета, а у памятника Богдановичу все желающие могли публично прочитать любимые сроки автора. Там же прошел памятный митинг.